На каких работах людям 100% переплачивают? Риэлторы. Риэлторы и еще раз риэлторы. Как же они заебали брать 50% от стоимости аренды квартиры просто за то, что покажут мне ее? Они берут бабки тупо за адрес квартиры. Они даже показывают ее в присутствии собственника. Так какой вообще в этом смысл? Меня эта система безумно бесит. Стоматологи. Сам медик и глубоко уважаю коллег. Но при себестоимости материалов и навыков моржа чрезмерно раздута. В моем регионе резекция кишечника в частной больнице стоит дешевле, чем имплант зуба. Базару ноль. Еще раз, стоматология сложная и нужная отрасль. Однако с ценовой оценкой явно что-то пошло не так. Начальник соседнего отдела получает 70 тысяч в месяц. За то, что пару раз в день вылезает из монитора и спрашивает, ну че, готово? При этом его подчиненные, три человека, все вместе получали меньше его до недавнего времени, пока не ушел один сверхквалифицированный рабочий, без которого стало очень не очень. И пришлось поднимать ЗП, чтобы найти хоть кого-нибудь на его место. Наверное, блогеры. Они творят всякую дичь ради донатов, а люди платят им, чтобы хавать дерьмовый контент. Имею в виду не всех блогеров, а лишь тех, которые устраивают жестокие пранки, переводят кучу еды ради контента и так далее. Фронт-энд. Рабский труд в мире IT, но который оплачивается не хуже остальных отраслей, потому что им никто не хочет заниматься. Просто подумай, ты закончил универ по специальности, ходил на доп-курсы, смотрел много туториалов, чтобы в итоге сделать цветную кнопку, блять, больше. Блогеры и тиктокеры. Меня сейчас, конечно, пойдут убивать, но я остаюсь при своем мнении. Многие блогеры ноут про то, что у них убирают монетизацию, но в то же время куча геймеров и влогеров сейчас покупают новую тачку. Кто бы что ни говорил, при сложности ютуба это все равно халявные деньги. При этом не маленькие. При тиктоке то же самое, даже проще. Там тупо кривляешься на 30 секунд и за это также платят. Вообще не понимаю, зачем тикток платит деньги. Типа, ютуб ладно, но тикток... И да, я не про всех, есть блогеры и тиктокеры, которые получают свои адекватные деньги за норм контент, но тем не менее. Росгвардия. Эти люди в сравнении с полицейским, с временами полезным обществу человеком, на мой взгляд, не делают ничего полезного. Более того, поскольку они не имеют полицейского образования, то им не позволительно работать с общественностью. Тем не менее, иногда они к обществу прикасаются, и для последних это заканчивается плачевно. Причем я наблюдаю и действительно так считаю, что средь последних вы редко найдете, если найдете преступников, грабителей, убийц. Среди последних будут дети, дамы, бабушки, которым эти благородные мужи не побрезгуют нанести сотрясение другое. Психотерапевты. 3,5 тысяч рублей. Сибирь за час. А она, мат даже, никакой подготовительной работы не провела. Прочитай моего краткое резюме. Даже никакой подготовительной работы не провела. Прочитай мое краткое резюме с проблемой, или хотя бы проведите тестовую беседу, чтобы познакомиться с человеком. Может вы как леди не понравитесь друг другу? Но нет, шаблонно проговорила вещи, которые ко мне не имеют отношения, и в итоге прописывает курс лечения, который обязательно должен курироваться. Мне плевать, что у вас 25 лет успешной работы. Если вы, например, за 25 лет превосходно научитесь делать скульптуры из фекалий, то вы, безусловно, профессионал, но толку от вас нет. Футболисты и прочие спортсмены. Что они приносят обществу? Я ходил подрабатывать на стройку, и там среди работяг, которые хреначили цемент, 24 на 7 был дед, который ничего не делал. Иногда рассказывал охрененные истории про то, как он срался с машинистом в автобусе. Ему платят столько же, сколько и обычным работягам. ОМОНовец. Выйти в нужную смену и верхнюю идею в результате можно получить премию или квартиру. Спортсмены. Мало того, что никакой пользы не несут для общества, так еще и права качают, садясь за ничего в депутаты. Большее внимание вызывают футболисты, пинать мяч за миллионы или лечить людей за копейки. Определенно, стримеры, блогеры не все, инфлюенсеры в соцсетях, люди вне социального статуса, фактические маргиналы, которые получают огромный доход, прилагая минимальные усилия, ставшие известными в большинстве по воле случая. Если все рекламодатели в одночасье снизят прайсы, предлагаемые им за их услуги, эти люди будут иметь доход, действительно достойный их труда. Но нет, рыночек решает это иначе. Блогинг в ТикТоке. Ладно, еще на Ютубе, тут есть люди, которые делают годнейшую годноту, соответственно, сами тратятся на свой контент. Но блин, зачем миллионы тиктокерам? Собиратели мячиков для гольфа. Тысячу плюс долларов в день. Хотя работают они пару раз за неделю, но бля, я бы тоже не прочь побросгаться в воде за такие бабки футболисты. Бегать и пинать хуй может каждый и падать красиво. Директора компаний почти все. Губернаторы, депутаты и сын маминой подруги, или же сын полка, как хотите. Частные репетиторы. За индивидуальный урок по школьной математике я беру 10 тысяч тенге в час. 1700 рублей. При этом урок идет минимум полтора-два часа. Репетиторство. Работаю репетитором по математике и за полтора часа получаю косарь. Я студентка и у меня нет особых регалий или чего-то такого. А мои сверстники на своих работах получают по 100-200 рублей в час. Администраторы колледжа. Особенно высокого уровня. На уровне заведующих отделениями. На самом деле только высокопоставленные. Ниши и администраторы. Вспомните офис студенческих мероприятий. Они едва тянут на 40 тысяч долларов. Требуется степень магистра. Нет возможности продвинуться и остаться в той же школе. Рынок труда настолько перенасыщен, что вы можете подать заявки на сотни вакансий. И получить одно или два собеседования. После которых вас не возьмут. Независимо от того, насколько хорошо ваше резюме. Источник. Раньше работал в этой сфере. Ушел, потому что это было в буквальном смысле дерьмо. Когда я учился в магистратуре, я написал работу о текучести кадров в этой области. И оказалось, что 60% плюс покидают эту область в течение 5 лет после поступления. Это должно было стать для меня тревожным сигналом. Но я продолжал работать. Подрядчики. 200 баксов, 400 баксов в час. Я все еще должен проверять всю вашу гребаную работу и пасти вас, как стадо чертовых кошек. И кормить вас обедом. И ничего не будет сделано вовремя для моего гребаного клиента. Потому что ваша документация вся в заднице. Другие новости. У меня на работе сейчас очень напряженный строительный проект. Любой человек, работающий в передней части автосалона. Это огромная игра. Знать нужно человека. От генерального менеджера, менеджеров по продажам, до финансовых менеджеров. Чаще всего они не имеют высшего образования и просто знают нужного человека. Или прошли путь от продавца автомобилей. В то же время на заднем ряду стоят автомеханики, которым пришлось пройти сертификацию в профессиональном училище. И они вкалывают за гораздо меньшие деньги. Политик любого уровня. Я бы утверждал обратное для некоторых политиков. Например, на некоторых государственных должностях платят очень мало. Это делается для того, чтобы служить не за зарплату, а за честь. Это создает проблему с привлечением на эти должности хороших среднестатистических граждан. Должность оплачивается недостаточно, чтобы сделать ее работой. Если только вы уже не являетесь независимым богачом. По сути, это приводит к тому, что богатые представляют интересы среднего гражданина. Ведущий кабельных новостей. Несколько миллионов долларов в год только за то, чтобы читать телесуфлер. Я работал в национальном новостном телеканале. Вы не видите, что они сами пишут многое из того, что говорят. Это сложнее, чем вы думаете, читать вслух то, что написал кто-то другой. Нужно знать правильные интонации. Сценаристы и продюсеры обычно пишут для них первые несколько черновиков. Обычно они еще пишут то, что собираются сказать за столом. В то время как зритель видит рекламы, которые длятся около 2-3 минут. Они также обычно участвуют в совещаниях по сюжетам, на которых решается, что будет соосвещаться, что продвигаться, что будет в заголовках и в каком порядке будет идти передача. Я видел, как ведущие отказываются читать статьи, потому что это их репутация, когда они говорят об этом в эфире. Я также видел, как ведущие злятся, когда продюсеры добавляют в передачу то, чего они не видели и вынуждены читать в прямом эфире. Потому что это то, что показывают в промоутере, а не в прямом эфире. Но люди, с которыми я работаю, не зарабатывают миллионы долларов. А пожилые ведущие обычно просто говорящие мясные палочки, как мы их называем. Итак, реальный ответ для вас – продажа кровельных материалов. Я знал несколько таких парней, которые ходят от двери к двери после каждого урагана, говорят домовладельцу, что он заплатит 0 долларов из своего кармана, отправляют информацию о его страховке в свой офис, который является специалистом по получению одобрения страховых компаний, и отправляют контактную информацию домовладельца своему оперативному сотруднику, который составляет график работы и управляет подрядчиками. Каждый из этих парней заработал далеко за 6 цифр. Это мой запасной план на тот случай, если однажды я перегорю в управлении проектами. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, где я публикую ещё больше контента, переведённого на русский язык специально для вас. А также, если не сложно, оставьте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо и всем пока!